Maybe, 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 maybe... Война. Война никогда не меняется. Римляне развязали войну, чтобы заполучить рабов и богатства. Испанцы создали империю, желая получить золото и землю. Гитлер превратил нищую Германию в экономическую сверхдержаву. Но война никогда не меняется. И в 21 веке война по-прежнему велась, чтобы получить ресурсы, которые можно использовать. Но в этот раз военной добычей стало также оружие, нефть и уран. Чтобы захватить эти ресурсы, Китай вторгся на Аляску. США присоединили к себе Канаду. А Европейское Содружество распалось на вечно грызущиеся друг с другом государства нации, дерущиеся за контроль над еще оставшимися на Земле ресурсами. В 2077 году снова разразилась война. Всего за два часа большая часть планеты превратилась в пепел. И из пепла ядерного взрыва возродилась новая цивилизация. Очень немногим удалось добраться до относительно безопасных огромных подземных убежищ. Ваша семья была в числе тех, кто поселился в убежище 13. Заточенное за огромной дверью убежище под толщей камня, это поколение жило не зная ничего о внешнем мире. Но жизнь в убежище должна вот-вот измениться. Так, это была первая заставка. Ну что ж, начнем новую игру. Сейчас у нас будет создание персонажа. Создадим мы своего персонажа заново. Итак, имя персонажа. Ну так, действие разворачиваются на пустошах, поэтому будет просто макс. Хорошо, подходим. Возраст 23, пол мужской. Буду создавать более ловкого персонажа. То есть силу эдак до 6 опустим, ловкости добавим. Удача. Удача. Я бы на самом деле добавил выносливость. Давайте я прокликаю, кому интересно, как все это выглядит. Просто уже персонажа создавал, но все-таки решил начать запись заново. И уже все это пройти по-быстрее. Было много затупов. Я примерно сейчас и поиграл восприятие. Ну, это сила. То есть сила, это физическая сила. Оказывается, леонид в здоровье, урон холодным оружием и грузоподъемность. То есть чем мы больше, тем больше мы можем носить таких предметов, тем больше урона от холодного оружия. Восприятие. Способность в виде слышать, вынюхивать и замечать необычные вещи. Высокие показатели восприятия важны для снайперов, влиять на реакцию и штрафы за расстояние от дальней бою. Для меня это, пожалуй, полезно. Поэтому парочку добавлю очков на 6. Привлекательность. Сочетание внешних данных и обаяния. Высокий показатель привлекательности важен для персонажей, которые хотят влиять на других при помощи слов, влиять на реакцию других персонажей и цены при торговле. Интеллект. Знание и мудрость. И способность быстро принимать решения. Показатель интеллекта важен для любого персонажа, влияет на количество очков навыков в каждом уровне, содержание диалогов и многие другие навыки. Я, пожалуй, его тоже парочку добавил. Ловкость, координация движений и скорость. Ловкость важна для любого активного персонажа, влияет на очки действий, класс брони, реакцию и многие другие навыки. И удача. Я на самом деле добавил удачи, поэтому придется пожертвовать немного ловкости. Вот примерно так все это будет выглядеть. Дополнительные особенности. Ускоренный метаболизм. Ваш метаболизм в два раза быстрее обычного. Это означает, что вы более подвержены действию ядов и радиации. Зато процесс восстановления происходит значительно быстрее. Хулиган. Пожертвовать скоростью ради мощности. Вы бьете редко, но уж если бьете, будьте уверены. Это заметят. Общее число ваших очков действие уменьшено, но показатель силы увеличен. Это не для моего персонажа. Миниатюрный. Вы несколько меньше других обитателей убежища, зато намного быстрее. Много вы не унесете, зато проборством обойдете всех. Этот перк очень сильно снижает грузоподъемность. Зато повышает класс брони, то он ловкость добавляет. То есть 125, то есть минус 40 единиц переносимого груза. То есть этим я пожертвовать, наверное, не могу. Одноруки. Одной рукой вы управляете значительно лучше, чем другой. Одноручное оружие, ваш конек, но вот двумя, вызывает проблемы. Двуручное оружие. То есть это мы тоже брать не будем, поскольку я предпочитаю специализироваться на легком, наверное, и тяжелом оружии. То есть охота взять какую-нибудь винтовку. Энергетическое оружие. Нет. Холодное оружие тоже нет. Давайте сразу поставим. В общем, без оружия нет. Холодное оружие добавим себе. Итак, тяжелый камикадзе. Точность. Ваш удар всегда очень точный. Вы наносите не такой уж большой урон, но имеете больше шансов на крит удар. Возможно. Возможно, я это и возьму. Камикадзе. Вы действуете в бою гораздо быстрее. У вас нет добавок к классу брони за ловкость. Играет роль только то, что он где-то на вас. Но повышается шанс опередить противника. Но учитывая, что я взял 8 ловкости, то есть если ловкости будет 0, то есть, естественно, класс брони будет улучшать. У нас изначально 0. Я тебе пожертвовать не могу. Тяжелая рука. Главное хорошо размахнуться, а целиться дело 10. Ваши удары жестокие, но вы всегда точны. Критический шанс для вас редкость, но вы всегда носите дополнительный урон. Этим я тоже, пожалуй, брать не стану. Поэтому я это уберу. Стрельба на вскидку. У вас нет времени, чтобы прицелиться, потому что вы атакуете быстрее, чем обычные люди. Использование оружия стоит вам на 1 очко действия меньше. Пожалуй, мне тут тоже не подходит. Кровава баня. Однозначно подходит. Никаких минусов это не дает, но зрелище добавляет. Порченный. Хорошая новость у всех вокруг. На вас повышаются шансы критических пром. во время боя. Плохая новость у вас тоже. Добавляет рандома, но, пожалуй, я от этого откажусь. Добрая душа. В детстве и юности вы отдавали предпочтение мирным занятиям. В результате ваши боевые навыки на низком уровне. Зато навыки первой помощи доктора красноречия партера гораздо лучше. Это мне тоже не подходит, поскольку это сильно на 10% уменьшает все показатели. Оружие, то есть с холодным оружием мы отправляемся будем хуже. С любым оружием мы отправляемся будем на 10% хуже. Первая помощь доктор скрыт. Одним словом, мне это не кажется полезным. Чувство химии, сопротивление к химии. Вы много легче привыкаете к химикатам. Ваши шансы пристраститься к наркотикам в два раза выше, чем обычных людей, но вы быстрее управляетесь от постэффектов. Сопротивление к химии то же самое, только наоборот. Начнем с существо. Ночью мы чувствуем себя гораздо лучше, то есть восприятие гораздо интеллект, гораздо выше. Это, ну, идем, соответственно, наоборот ниже. Тренированные. Вы отточили свои навыки. Вы начинаете игру с более высокими навыками, но у вас достается меньше способности. Вы будете получать способность каждые 4 уровня. Одаренные. Ваши природные данные великолепные, но вы мало тренируете, все ваши характеристики выше на один, но каждый навык на начало игры меньше на 10%, и вы получаете на 5 очков. Навык, меньше за уровень. Не знаю. Пожалуй, чтобы взять возможно вот это, но это, на самом деле, очень неплохо. Но, пожалуй, все-таки откажусь. То есть персонаж, наш. Персонаж, нас. Наш. Ну, все. язык заплетается. Уже готов, и мы можем начинать. А, ты здесь? Хорошо. У нас возникла проблема. Большая проблема. Контрольный чип системы очистки воды отдал Богу душу. Сделать еще один мы не можем. Этот процесс слишком сложен для наших здешних мощностей. проще говоря, у нас кончается питьевая вода. Нет воды, нет убежища. Для того, чтобы выжить, нужно что-то делать. И, честно говоря, кажется, ты наша единственная надежда. Тебе нужно найти другой контрольный чип. По нашим подсчетам, вода в убежище закончится через 4-5 месяцев. Нам нужен этот чип. Мы отметили на карте местонахождение другого убежища. Поиски вполне можно начать там. Да, и еще. Береги себя. Ладно? Продолжение следует... Итак, начинается игра. Мы житель убежища 13 и нас послали на ответственное задание по спасению нашего родного убежища. Мы должны найти чип очистки воды в соседнем убежище и тем самым спасти от умирания населения убежища 13. Итак, начинается игра. Ну что ж, первое, что мы видим, это чей-то труп. Вы видите кости. в виде Эда. Эд мертв. Так, что у него есть? У него есть патроны. У него есть нож. Хорошо, у нас уже два ножа. таки, хорошо. Давайте экипируем оружие. Хорошо. Итак, первый враг крыса. А что? Значок это был. Поговори с ней. Не знаю, не знаю. Не замечал этого раньше. Сейчас можно только изучить. Ну хорошо. Возьмем, пожалуй, мы сразу нож. Патроны тратить не будем. Да и нож на самом деле поначалу гораздо удобнее. В принципе, одно и то же. Вот это действие эффекта кровавой бани. Так, и давайте сохранимся. В принципе, тут никаких проблем у нас быть не должно. Так, 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 Когда высвечиваются снизу всякие информационные сообщения, игра начинает немного подвисать. Ничего страшного. Глазит не так часто. И закрываются. Ох ты. Трижды промазан по крысе. Тем временем к нам подходит следующая крыса. Раз, крыса. И неужто двух ударов было мало крысе? Трех ударов мало. Четвертого удара умерла крыса. Так, давайте сохраним игру. Так, теперь еще 13. по-русски писать, к сожалению, не можем. Итак, первый сейв. Так, крыса идет к нам. Да, крыса идет к нам. Но она далеко, поэтому атаковать нас не успеет. Игру я до этого не проходил. играл в как бы получается в третью часть и в Нью-Вегас. Об игре представление имею слабое, но я думаю мы разберемся по сути, по пути. Да, по пути разберемся. Тем более, что с часовки уже поиграл с управлением, разобрался. Надеюсь, что если вам понравится мы пройдем и вторую часть, дальше пойдем по этой серии. Почему бы нет? Плава мне вполне себе по душе. Так, сейчас гораздо резвее прохожу эти крыса в первый раз. Первый раз было много затопов с управлением. Плюс из-за, видимо, того, что игра совершенно не приспособлена для этой версии винды. Есть небольшие сложности перемещений по карте, о которых я вам после немного поведаю. Пока что не знаю, как это все фиксится, но я думаю, при желании с этим можно разобраться и я этим займусь между сериями. так, крысу разорвало. Так, подсвечивание врагов я отключил, чтобы все это не светилось постоянно. Но если правильно понимает, работает именно так. Так, пропускаем вход, ждем следующую крысу. Так, давай, попади. Крыса оказалась довольно живучей. Так, подойдем, допустим вход. Не хватает ошибки ловить от крысы. Да, мы с ними легко справляемся, потому что мы прокачали холодное оружие. Не знаю, на чем я буду специализироваться впоследствии, но думаю, холодное оружие обунет. Насколько мне известно, это довольно интересно. Промазал. Ничего страшного. на шаг назад. Так, крыс нас заметил, крысы к нам подходят. Да, все-таки сейчас гораздо проще проходится. Ну, хотя крысы даже при всем желании ничего с нами не сделают. Поэтому никаких проблем нету. Крысы побивают всех. потому что мне нужен опыт. Как и в любой подобной игре. Это правда. Но этот раз крыс именно ударит. Подошел слишком близко. В принципе, можно было их расстрелять с пистолета, но на крыс тратить патроны. не думаю, что это оправдано. Хорошо, еще одна крыса разорвана. боевка на самом деле довольно простая. На первый взгляд здесь сложно разобраться, но на самом деле все очень просто интуитивно. На самом деле я боялся, что с этим будут проблемы. Игра все-таки довольно старая. Сравнительно недавно выработалась система инвентаря, по которой понятна всем и проста. Но оказалось все довольно-таки элементарно. Может в костях что-нибудь есть? Большая куча обглобанных костей и животных. По крайней мере вам кажется, что это кости животных. На самом деле неизвестно, что это может быть. Так, крыса нас заметила. Подходит к нам и мы с ней расправляемся. Да, кстати говоря, стоит показать вам остальную часть боевки. Так, мы подходим и можем выбрать вид атаки. То есть можем просто колоть или размашистым ударом, а можем прицельным ударом. То есть 67% попадания. То есть попадания. Обычным ударом 77%. То есть в данном случае гораздо удобнее просто обычным ударом. Давайте я вам все-таки покажу как это работает. В правую ногу больше всего процентов на попадание. И промазали. отойдем у нас успеет укусить. Но все-таки для начала я предпочитаю пользоваться простым ударом. Не шанс попадания выше и очков действенно тратит меньше. Так, ну в принципе мы все зачистили. Можем уже отсюда уходить. Довольно быстро прошло ну как 20 минут прошло. На западе вы видите естественный свет. Впервые в жизни вы смотрите на внешний мир. Так, давайте сохранимся. Еще раз. Сохраняться я думаю стоит чуть почаще. Итак, у нас появился берущий 15. Итак, вот проблема примерно вот я целюсь сюда вот сейчас вот сюда целюсь а игра думает что я целюсь примерно вот сюда в этом главная проблема то есть не попасть на убежище и не уверен что я на него попал то есть придется идти вот так вот наугад в начале игры так довольно плотно поплутал так давайте попал хорошо это первое поселение в котором мы пришли я не знаю правда как исправить тот баг ну я думаю в принципе я переживу пока что на эту серию тем более путешествия нам предстоит не так уж много итак это первое поселение которое мы встретили давайте поговорим с товарищем Я хочу узнать о налётчиках. Существует несколько группировок панк юго-востока отсюда. Будь осторожнее, юго-восток это у нас вон по идее. Пожалуй, всё. Спасибо тебе. Да, и перед тем как от него уйдём, мы с ним поторгуем. Нам в дальнейшем понадобится эта верёвка. Допустим, фонарик обменяем. И сколько? 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 Восемь. Так. Вот так. Хорошо. Аккурат. И предложить. Всё, у нас есть верёвка. Верёвка нам понадобится для того, чтобы... Ну, впрочем, сами всё увидите. Итак. Какая там женщина стоит? Я безоружен. Пожалуйста, спрячь оружие. Хорошо. Зачем это? Если ты не спрячешь оружие, я не буду только когда того требует ситуация. Хорошо. Это не проблема. Оружие могу спрятать. Впрочем, оно ведь мне действительно не нужно. Добро пожаловать в Shady Sands. Ну что ж, давай. Послушаем. Моя жизнь была, ой, лучшее снаряжение. Однако некоторые... Расскажи мне... Так. Где было твое убежище? Это было убежище 15, а мы напали на лётчики. Поэтому будь осторожнее. Хорошо. Ну, вот небольшой туториал. То есть, если ранен использовать либо медицину на месте, либо прийти к доктору в каком-либо поселении. Ну, в принципе, здесь всё. Давайте посмотрим, что у неё есть. Медпаки. Ну что ж. Это, в принципе, мне пока не нужно. Так. Давайте зайдём по домам, что ли. Так. Давайте сюда зайдём для начала. Всё, по очереди. Обследуем. Удачного дня. И тебе не хворать. Так. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть... Ничего. Здесь нет, похоже, да? И никого нету. Что ж... Бумкишки бегают. Весьма и весьма странно. Так. А это, по-моему, доктор. Я разла. Чем могу помочь? А, лечение. Возможно, нужно. Давайте посмотрим. Да тебе, Эльзаделия. Высписи, осцелишься. Хорошо. Спасибо. Так. Это... Жена разла. У тебя ведь человека в беде. Тебе нужна помощь. Мне нужно лечение. Мой муж. Ладно. Хорошо. Не хотят мне лечить мои пары. У тебя ведь человека в беде. Ай... Подождите. Подождите-ка. Да, я совершенно здоров. Просто в прошлый раз у меня было ловкости немного больше. Не 8, а 10. Иди с ловкостью. Давайте идем сюда. Вот. Радеш стоит. Давайте с ним поговорим. Приветствую. Что ты делаешь в ShadySense? Хм. Так. У нас есть вариант сказать правду. Сказать, что мы из убежища к западу отсюда. Люди там умирают. Это разумно. Сказать им. Все-таки убежище. И мы... Родственники. Там наша семья. Итак. Я из Депада отсюда. Я просто путешествую и не желаю вам зла. Я не слышал ни о какой деревне к западу отсюда. А что, ты знаешь все поселения ShadySense до побережья? Как говорил Дхарма, в трудные времена осторожность спасает жизнь. Важно не то, откуда ты, а то, зачем ты здесь. Угу. Хорошо. Можешь остановиться у нас. Но помни, мы с Сеттом будем следить за каждым твоим шагом. Даже не думай, украсть тут что-нибудь. Ну да, кстати, действительно. Я об этом ничего не подумал. Возможно, стоит. Ну посмотрим. Хм. Хорошо. Танди. Привет. Я слышала в городе появился путешественник. Но я была мало скептически настроена, пока не увидела тебя. Меня зовут Танди. А тебя? Запомнили. Ладно. Как тебе наш маленький городок? Уже наскучил? Несомненно. Я никогда не была нигде. Так что даже не знаю, чем я могу помочь. Так что тебе нужно? Слышала какие-нибудь вести с юга. Да так? Спасибо. Нет проблем. Что-нибудь еще? Так. Как тебе тут нравится? Что здесь происходит? У нас тут рад скорпионы. Ну, я имею в виду, я знаю, что это опасные твари. Но ведь никто от укусов не умер. И это самая большая причина для волнения здесь. Интересно. Есть несколько городов к югу отсюда. Но такой большой путешественник, как ты, я уверена, знает это лучше меня. Ну, да. Про путешествовал я уже не слабо. От поселения до поселения. Да. Напомню, что наш главный герой впервые вышел в забежище за всю свою жизнь. В забежище прожило как минимум одно поколение. Нет проблем. Что-нибудь еще? Да. Ну, спасибо за разговор. У нас тут немного путешественников. Так что всегда интересно поговорить с новыми людьми. Ладно. До встречи. Так. 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 Это кто? Отстанет меня. Мне некогда разговаривать я готовлю. Хорошо. Хорошо. Люди заняты важными делами. Давайте сюда зайдем. Так. Вот кто-то. Крутой, видимо. Приятно познакомиться. Можно что-нибудь рассказать? Бандитов? Есть немного. Расскажи мне про сета. Сет храбрый боец. Он настолько опасный. Расскажи мне про сета. Скорпионы. Спасибо. Но у меня нет никаких предложений по поводу этого дела. Так. Ну, что ж. Здесь больше ничего нет. нет. Еще мы можем пройти сюда. Сет храбрый боец. Другая часть поселения находится. Впрочем, там ничего интересного нет. Но мы все-таки сходим. Я вам покажу, что здесь есть. Так. Домики. Кстати, да. Я не во все домики первый раз заходил, поэтому давайте пройдемся. приятно с тобой повидаться. Ну, спасибо. И мне тоже очень приятно. Так. Ничего интересного. Здесь местный огород. В этой коморке, по-моему, ничего нету. А, впрочем, я нигде ничего и не находил. Ага. Ничего. Ага. Я еще не с тем разобрался. Ага. Веревка. Хм. Неплохо. Ничего, говорит, нету. Да, просто я еще не привык К тому, как здесь выглядят вещи Поэтому Затупый Так, давайте посмотрим, что мы подобрали Подобрали какой-то там молоток Молот Большой молот с крепкой рукоятью Популярен среди качков Минимальная сила 6,212 Хорошо Я могу это взять? Хорошо Так, возьмем Без оружия в руки Так, характеристики Сила Ага То есть мы слабоваты малечко для этого оружия Поэтому Снимем это дело И возьмем нож Как и было Напомним, нам нужно то, что Нормально пользоваться Как минимум 6 единиц силы Колодец Вы не можете сюда попасть Я как бы не горел желанием особо Ну ладно Опять Скайп Так, давайте еще раз пройдемся здесь Сейчас я буду более внимателен Здравствуй Так, давайте сначала сохранимся По-русски писать нельзя По-русски писать нельзя По-транслите Мне еще одна веревка Спасибо По-транслите мне писать Более чем лень Так, давайте посмотрим, что мы тут нашли Приятного Приятного Компания Хорошо Спасибо Мы уже виделись Вроде А Книга Скаута Название Говорит Само за себя Да, дает множество сведений О жизни Вне Городов Весит 3 кута Что мы все-таки делаем Могу прочитать Вы узнали много Нового о том Как выжить в пустошах Ну Спасибо Пожалуй Это мне полезно Да Все-таки Не зря Я решил начать Заново Играть Поскольку Я действительно Многое пропустил Так, ну все Отсюда мы можем уже уходить И направляться Непосредственно В убежище 15 Хорошо Да, давайте еще посмотрим Что это такое Это колонна Экспонат На площади Шэди Сэнс Изображение На нем Служит для того Чтобы напоминать Людям О надежде О надежде О надежде О надежде Что-то случилось Что-то случилось Это у нас Трансующая торговец Похожая Привет Меня зовут Дак Я иду торгов Трансующая торговец Часто Часто Бываешь Лишь Сэнс Нет Спасибо Так Что ты продаешь Я покажу тебе Так Не знаю Что это Фрукт Хорошо Просто Фрукт Патроны Медпак В принципе Все Все Спасибо Пока Так Засеемся Так Давайте Пробуем Как тут Работает Спасибо Еще не до конца Разобрался Как тут Что работает По идее Должна быть Система Воровства И по идее Идем Плохо прокачан Но прокачан Хотя Так Секунду Может Так Что Нам из этого Нужно Нам из этого Нужны Крышки Не заметил Не заметил Отлично А Давайте Сохранимся Не знаю Зачем Мне Крышки Пока Что Но Я думаю Мне Не Понадобятся Остановись Это будет сложно Хорошо Ух ты Ладно Загружаемся И вот интересно Можно ли Какова вероятность Упереть у него Винтовку Так Остановись Так Я хочу Не знаю Это или нет Не получается В первом Прохождении В первом Попытке Прохождения Я Купил Ой Купил Я прокачал Себе Кражу Так Давайте Последний раз Пробуем Не получается Загружаемся И Не получается 28% Видимо Слишком мало Чтобы Украсть Оружие У бойца Ну что ж Ладно Я еще Вернусь Так Где тут Выход Был ближе Пожалуй Сюда Так И направимся Дальше Ага Еще Что-то Случилось Ох Раскорпионы На самом деле Уходим Итак Хорошо Упали В убежище Еще Не в убежище Но мы Уже Рядом С ним Так Это вход В убежище У меня Дофига Веревок Я боялся Что Веревки Я не найду Так Все Спускаемся Да Оружие 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 Жалко Что не получилось Угнать Винтовку У бойца Так Так Ну что Ладно Пойдем Нож Хорошо Распылили Крысу Крысу Придется Придется Убить Так Одну Распылили Крысу Вторую Не вышла Да Сейчас Надо будет Лечиться Да Да Пожалуй Давайте Полечимся Так Это делается Да Хорошо Хорошо Так Идеально Крыса Кусить не сможет А мы Вполне Себе Так 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 А там у нас уже Большой Кто это? Большая Крыса? Нет Наверное Скоро мы там узнаем Кот был за крысой К сожалению Первый Три Три удара Пять ударов потребовалось Чтобы убить крысу Так И давайте Сохранимся Играю Кстати говоря На нормале Поэтому Игра не такая уж Сложная Пока Что Не знаю Как это будет Двигаться дальше Но Не далеко Заметится Давайте Перезарядить Что Либо Хорошо И Отойдем В прошлый раз у меня было больше ловкости Я мог стрелять дважды Так Ну тогда Поступим Несколько Иным образом Ах Достал Все-таки Почему я пропустил ход? Хорошо Это на самом деле Не очень хорошо Но Глободи Гораздо Лучше Придется использовать Второй Стимулятор Есть Нет Нифига Нет Так Здесь Остались Только Крысы Фонарики Крыса По-моему Даже не дойдет До меня Нет Дошел Набираем Фонарики Где-то Под крыс Еще должен Фонарик Ладно Фонарик Это Батакавик Да Чтобы из-за этого Тратить На его поиске Время Так Зачистим Все Крыс Попал Этот крыс Попала Хорошо Так, еще раз Жаль Первый раз я прошел это гораздо Удачнее, но у меня было больше ловкости Я чаще бил 22 хп Так, хорошо, хорошо А это просто стул Ладно Если просто стул, то Ну да ладно Ромах, отлично Все крысы убиты Что такое? Интересно знать Шкафчик Первый раз я его тоже Ух ты, очень удачно Все, давайте сюда Первый раз я его не заметил Так, видите, монитор Компьютер Здесь ничего интересного нету Вытяжка Что-то тут что-нибудь есть Стена Хорошо Вот, собственно, лифт Давайте посмотрим, что здесь Вытяжка Порезина И не поддается восстановлению Так, хорошо Дальше я уже не был В шахту лифта Не так легко спуститься Без веревки Так, выбираем веревку Хорошо, вот Первый раз мне это не получилось Сделать Вот, теперь пошли какие-то Средние Картокрысы Я буду называть так Они похожи очень На кратокрысов из готики Хорошо И давайте засейдимся И я думаю зачистим этот этаж И будем заканчивать Я так думаю Так, увидел, я надеюсь Я убил, что ли? Надеюсь Нет, я убил Так, он меня догнал Хорошо То есть Три клетки Это максимум Сколько Может пройти А нет Это раздогнал Ох Больно Хорошо Так, заканчиваем Вот Используем Медпак Возьмем, пожалуй Пистолет Да, ловкости, конечно Мне очень не хватает 95% 95% Хорошо 10 единиц Урона Я ему нанес Так, он на меня не доходит Хорошо Ну так, пожалуй Мы с ними будем справляться Так, здесь простая крыса Поэтому возьмем Нож Что-то есть Что-то есть Винтовка Полуавтоматическая винтовка Полуавтоматическая винтовка Кольт Так, калибра 0,2,2,3 Как он выглядит 10 миллиметров Одним словом У нас на него Боеприпасов нет Жаль Жаль, жаль Так, стена Что-то нет никаких шкафчиков Потому что мне на самом деле Они повредили Не повредил Шкафчик Полный Медпакетов Крессу вернулась Нет, тут-то было Хорошо С первого удара Убили крысу Тем временем Ух ты У нас патроны Надеюсь на мою винтовку Я так думаю, что это патроны Я искренне надеюсь, что это патроны Крыса насоветила А это хорошо на самом деле Потому что Если бы она нас не заметила Она бы на нас не дошла Ух ты Крыса выжила Теперь нет Большая куча камней Судя по виду Они Не смеют Крысть Так, что произошло Ага, вот Я вижу шкафчик Хорошо Так, давайте посмотрим Что это за патроны Мы подняли 10 миллиметров Вот эти патроны Которые мы подняли Хорошо Да, это те самые патроны Которые нам нужны Возьмем, пожалуй, в руки Эту винтовку Патронов у нас-то так много Поэтому будем тратить их С умом Слишком близко Надо было шаг дальше Встать от нее Хорошо Разорвали Следующую мышь Так А, это очередная шахта лифта Понятно А я-то думал Что, крыса увидит? Увидела и ударила Хорошо Крыса не умирала С трех ударов Да, мне потребовалось Три хода На то, чтобы ее Убить Хорошо Хорошо Делаю сюда Хорошо Хорошо Так, здесь что-нибудь Так, здесь что-нибудь Так, здесь что-нибудь Уже спрятанное Так, вроде как Нет Так, тут у нас Есть шкаф Шкаф Фу Есть веревка И Куртка Хорошо Это очень неплохо Надеваем броню Отлично Так Ну что ж Последняя комната у нас осталась Так Крыса Медленная Думаю Повысим Скорость боя В следующий раз В следующей серии Ничего больше нету Насколько я могу судить Так Так Экраны мониторов Ну что ж Так Очередная лифтовая шахта У нас есть Целых три веревки Что туда спуститься У нас появилась Новая винтовка У нас появилась Броня Даже не посмотрел Что за броня Здесь Так Черная Кожаная Куртка Не понятно что дает Ладно Это впрочем Пока что и не важно На этом Мы закончим эту серию Встретимся уже В следующей А на этом Всем спасибо И всем пока